3D-моделирование. Генерация разрушаемой модели. Итак, мы имеем вот такую простую модель доски. Первым делом нам нужно создать бокс. Нажимаем кнопку «Бокс» и задаем необходимое количество сегментов. В данном случае длина 5, высота 3. Рисуем наш бокс. Смещаем его немного ниже, чтобы он выходил за границы доски. Конвертируем его в «Editable Poly». Нажимаем кнопку «Vertex» в отделении вертексов. Выделяем необходимые вертексы и двигаем их в разные стороны. Далее выделяем нашу доску и переходим на вкладку «Compound Objects». Выделяем буллин, жмем кнопку «Pick Operant B» и выделяем наш бокс. Во вкладке «Operation» должна стоять Substration A to B. Далее переходим в лист модификаций и выбираем «Edit Poly». Выделяем нашу половину доски и нажимаем кнопку «Detach». Таким образом мы разделили нашу доску на две половины. В списке модификаций ищем модификатор Skin. Далее жмем кнопочку «Добавить» и выбираем нашу кость. Готово! Аналогично делаем все со второй частью доски. Теперь нам необходимо создать модель столкновений, то есть Fizzbox. Для удобства мы скроем половину доски. Выделим ее, нажмем правой кнопкой мыши и нажмем «Height Selection». Далее выбираем бокс, два сегмента по длине. Далее включим привязку по вертексам. Рисуем наш бокс поверх нашей модели. Далее конвертируем ее в «Editable Poly». Нажимаем выделение вертексов и настраиваем наши вертексы по модели. Затем справа нам нужно нажать «Выделение элементов». Выделяем нашу модель, листаем вниз и выбираем «Clear All». Далее нажимаем кнопку «Один». Таким образом мы настроили одну группу сглаживания на всю модель. Это необходимо для Fizzbox. Затем в списке модификаций нам необходимо найти параметр Skin. И также указать кость. Готово! Теперь нам необходимо нанести текстуры. Выбираем наш материал и применяем его к нашей модели. Fizzbox готов. Аналогично поступаем со второй частью доски. Теперь можно приступать к экспорту. Необходимо выделить все части доски, кроме одной, и удалить их. Нажимаем кнопочку «Экспорт», выбираем Valve SMD. Пишем название. Нажимаем кнопочку «Сохранить». Здесь нужно выбрать «Reference». Нажимаем кнопку «Экспорт». Готово! Далее нажимаем Ctrl-Z и возвращаем все, что мы удалили. Аналогичным образом сохраняем оставшуюся часть. В данном случае это Fizzbox. Перейдем к компилированию. Первым делом займемся двумя сломанными частями нашей доски. Нажимаем «Открыть» и указываем доска D1. Задаем тип нашей модели как динамическая. Затем указываем папку, в которую сохранится наша модель. Выбираем папку, где находятся наши текстуры. Выбираем материал нашей модели. Я выберу материал «Деревянная доска». Затем задаем Fizzbox нашей модели. Указываем массу, я задам 15. Здесь необходимо выбрать базовую настройку физики. Необходимо нажать несколько раз, чтобы изменения вступили в силу. Эту строчку можно удалить, она здесь не нужна. Готово! Можно компилировать. Аналогичным образом поступаем со второй частью нашей доски. Теперь займемся компилированием нашей основной модели, которая будет разрушаться на две части. Нажимаем кнопку «Открыть» и выбираем модель нашей доски. Задаем тип модели как динамическая. Указываем папку, куда нужно сохранить нашу доску. Также указываем папку, где находятся наши текстуры. И материал модели «Деревянная доска». Указываем Fizzbox нашей модели и задаем массу. Также выбираем PropData. Также удаляем ненужную строчку. И теперь важный момент. Нужно добавить некоторые функции. Эти функции необходимо добавить в PropData. Эта функция отвечает за здоровье нашей модели. Эта функция отвечает за то, будет она загораться от огня или нет. И финальные функции, которые необходимо добавить, это функции, которые отвечают за то, чтобы наша модель ломалась. В данном случае здесь указывается количество моделей, которые будут появляться после того, как закончится здоровье основной модели, и какие конкретные модели будут появляться, сколько у них будет здоровья, и сколько времени они будут лежать. Допустим, 10 секунд. Потом они исчезают. Вот и все. Можно приступать к компилированию. Все готово. Можно проверять. Доска разрушается на две части. Пока это все. Удачи, томодачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok